Добрый день, уважаемые зрители! Мы находимся на строительной площадке Технополис Москва, Валабушево, где и происходит строительство будущего проектно-конструкторского технологического бюро СОВАЛМАШ В этом видео мы расскажем вам много интересного и постараемся разобраться о том, как работают процессы, связанные со строительством Кто за что отвечает. Приятного просмотра! Юрий Сергеевич, здравствуйте! Добрый день! Мы наконец до вас добрались и я думаю нашим зрителям будет очень интересно увидеть новое для них лицо должностное Которое непосредственно находится на строительной площадке Насколько я понимаю, вы представляете компанию СОВАЛМАШ? Да, совершенно верно И ваше участие в строительных процессах, как в документальном плане, так и, наверное, во многих других Действительно очень нужно и необходимо Вот, собственно, давайте попробуем разобраться, чем же вы заняты и как вообще работает стройка Со стороны нашей организации я осуществляю строительный контроль всех строительных работ, которые выполняются здесь на площадке Процедура заключается в следующем, что мы от строительства, ну, от дирекции заказчика получаем чертежи рабочие со штамп производства работ На основании этих чертежей делается сметная документация, в которую я проверяю, в мою задачку входит проверка объема выполняемых работ С тем, чтобы объемы выполняемых работ, которые входят в сметную документацию, соответствовали рабочей документации После этого мы подписываем эти сметы Естественно, сметные подразделения просматривают стоимосные характеристики Вот, по, значит, сколько стоит та или другая работа И после этого мы отдаем нашему генеральному подрядчику Это фирма ХАКа Москва, которая на основании этих чертежей выполняет строительно-монтажные работы К сожалению, на сегодняшний день, вы сами видите, какой перепад температуры идет и погода прыгает вверх-вниз Поэтому такого большого разворота на строительной площадке нет Но на сегодняшний день можно, значит, только порадоваться некоторым вещам Это первое, мы ушли от генератора, который здесь стоял, давал электроэнергию Нам поставили КТП, его подключили, мы сдали надзорным органам все Сейчас это все работает в режиме, и мы получаем электричество И дальше, вот, первые фундаменты, те, которые есть, пять штук Значит, сделана была подбетонка, поставлены армокаркасы, сделана опалубка И в четверг мы будем эти пять фундаментов К сожалению, только пять Почему? Потому что все равно, понимаете, здесь и погода так влияет Если бы это был летний период, то, конечно, это было бы сейчас просто все шло накатом А так как в бетон приходится добавлять всякие еще градиенты Те, которые сопутствуют его лучшему сцеплению Вот, поэтому здесь есть некоторые проблемы Фирма Аструн, которая является подрядчиком на сегодняшний день Уже практически все конструкции сюда завезла Имеется в виду каркас, осталось там три машины Вот, и дальше есть график выполнения работы Тот, который фирма Хака будет выполнять по установке фундаментов Вот, и я надеюсь, что этот график фирма Хака не сорвет Потому что, то есть, сомнений в том, что она не сорвет, у меня нет Вот, все идет накатанным путем Вот, и самое главное в этих фундаментах Это правильно установить анкерные болты Это самый главный ответственный момент Я думаю, что они с ними справятся В мою задачку после этого входит проверка объема выполненных работ То есть, с помощью лазерных рулеток я проверяю Какой объем выполнила фирма Хака Подписываю акты на выполненные работы И дальше передаю в дирекцию нашего застройщика С тем, чтобы они подписывали и выплачивали денежные средства А вот, собственно, поподробнее остановиться на моменте контроля Для чего эта процедура была введена И можно ли без этого контроля осуществлять строительные работы? Я думаю, значит, у нас здесь еще технические заказчики есть Которые тоже точно так же, как и я Смотрят за качеством выполнения их работ Почему? Потому что самое главное – это качество выполнения работ И с тем, чтобы все знали, что деньги не просто так платятся А деньги идут в нужное русло и платятся не с превышением объемов Потому что есть рабочая документация, в которой четко прописано Что фундаменты 180 кубов заливаются И надо это серьезно проверять с тем, чтобы не было возможности У нашего подрядчика и генподрядчика превышать объем выполненных работ Это самый главный момент с тем, чтобы Я как контрольный орган, который все проверяет И все оценивает, и все отслеживает То есть, фактически, это дополнительная степень контроля, которая 100% исключает всевозможные ошибки Да, я так думаю, что это правильно Почему? Потому что на основании потом вот этой выполненной работы Фирма Хака сразу готовит исполнительную документацию Которая нам потребуется в дальнейшем для эксплуатации данного объекта То есть, и для сдачи, я так подозреваю, в том числе Сдача – это тоже основной момент Но в конечном итоге, что мы должны все прекрасно знать, где проходит у нас канализация Где проходит у нас труба С отступлением есть отступление, нет отступления Практически на сегодняшний день таких отступлений нет Единственное, когда мы копали котлован, там попался мусор Мы этот мусор, естественно, убрали, составили акт в моем присутствии И в этом случае все должны быть уверены, что площадка подготовлена нормально За это я несу ответственность Засыпано песком, все там трамбовано И я так думаю, не думаю, я уверен, что в дальнейшем все должно идти слаженно и хорошо Отлично А компания субподрядчик «Кастрон» Насколько мне известно, она изготавливает металлоконструкции для будущего здания И вот, в принципе, я думаю, многие из наших зрителей уже видели Какой объем этих металлоконструкций уже расположен на строительной площадке Вот будет ли за что-то еще отвечать компания «Кастрон» и осуществлять какие-то работы? Ну, компания «Кастрон», помимо того, что она изготовлена вот этот несущий каркас Она будет его монтировать сама Вот, дальше будет перед нами отвечать за правильность монтажа Потому что там есть тоже определенные нюансы в связи с рабочей документацией Как правильно монтировать раз Там болты ставятся, значит, затяжка болтов Это мы с вами уже на следующем этапе будем рассматривать С тем, чтобы были все уверены, что данное здание не рухнет Вот, и дальше С тем, чтобы, потому что они еще будут делать крышу Чтобы не было протечек Чтобы у нас все в конечном итоге было нормальное, хорошее здание В котором мы, ну, я так надеюсь, что где-то, наверное, осенью уже приступим К выполнению работ по инженерным системам, которые должны стоять в этом здании То есть все эти работы как раз будут проходить через ваш контроль Да, я буду контролировать это все дело Потом, значит, и дирекция нашего предприятия все это дело тоже контролирует И каждый день, ну, каждый вторник здесь проводятся совещания Которые идут по, ну, нагоревшим вопросам Те, которые идут в первую голову Я так думаю, что наши зрители после того, как мы с вами встретились Более, ну, осознанно увидят то, что здесь происходит И поймут, почему происходят небольшие задержки А задержки здесь происходят только по одной причине Что вот этот снег, который здесь лежит И температурный режим не дает возможности нам более, ну, качественно выполнять Дает, потому что процедура заливки фундаментов следующего порядка Здесь надо убрать снег, это раз Потом расстелить электрические маты с тем, чтобы прогреть землю, которая промерзла там на метр Дальше забуриться, проверить температуру внутри этой земли И только после этого приступать к работам по, сначала по бетону Потом ставим опалубку и заливаем все это дело бетоном С одной стороны, это кажется как-то быстро Но есть определенные нюансы с тем, чтобы качество того фундамента, который сделает фирма Хака Соответствовало всем нормативным параметрам Для этого нужно определенное время для прогрева фундамента самого И определения температурных режимов Это все прописано у нас в журналах Фирма Хака об этом все знает Технологический процесс у них уже отработан Она не первый год там все это дело делает Но, к сожалению, температура идет вверх-вниз И все вот этим сказано То есть, насколько я понимаю, даже те небольшие временные проволочки Которые возникли в связи с погодными условиями В дальнейшем будем нагонять и, может быть, где-то увеличивать темп Либо как это будет работать? Я думаю, что самое увеличение темпа пойдет после того, как мы поставим коробку по инженерным системам Потому что по инженерным системам там будут привлекаться специализированные фирмы Которые будут работать совместно с фирмой Хак И там я так думаю Не то, что думаю Я просто уверен в этом Что там проволочек таких не будет И мы с широкими шагами пойдем вперед Спасибо большое Было очень исчерпывающе интересно Наши зрители Обязательно следите за видеороликами Сдавайте вопросы, которые вас интересуют в комментариях Ну и дальше вас ждет еще больше интересного материала Да, всего хорошего Очень рад был как-то помочь вам С тем, чтобы наши зрители более четко понимали наши задачки и наш контроль Спасибо, Юрий Да Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому